Привет, друзья! Каждый год я заготавливаю очень нужную универсальную заправку из овощей на зиму. Для приготовления первых блюд, вторых блюд, а также для приготовления поджарок и различных соусов. Такая заправка меня зимой очень выручает. И сегодня я хочу с вами поделиться тремя способами заготовки овощей на зиму. Заправка не проходит термической обработки и сохраняет по-настоящему летний вкус и запах овощей. Итак, для приготовления я беру все овощи в очищенном виде. 1 кг репчатого лука я нарезаю мелким кубиком. Болгарский перец также нарезаю мелким кубиком. При желании болгарский перец можно нарезать тонкой соломкой. Перец можно брать любого цвета, на ваше усмотрение. Очищенную морковь натру на крупной терке. Итак, мелко нарезаю зелень укропа и петрушки. Здесь у меня примерно 60 г зелени. Беру красные, мясистые, очень спелые помидоры, делаю на них несколько надрезов, заливаю горячей водой и аккуратно с помидор снимаю кожицу. Готовые помидоры разрезаю на несколько частей. Удаляю обязательно плодоножку. Помидоры отправляю в чашу блендера. Измельчаю их при помощи блендера, превращая в очень вкусный томат. Готовый томат выливаю в миску. Беру самую большую емкость, соединяю все овощи. Репчатый лук, болгарский перец, морковь. Овощи очень хорошо перемешиваю руками. Как только вы начнете перемешивать овощи, они у вас слегка осядут. Итак, овощи я подготовила. А теперь начинаю делать заготовки. Для первого способа заготовки мне потребуется вот такая форма для приготовления кексов. Каждую ячейку до половины очень плотно я заполняю овощами. А сверху заливаю приготовленным томатом до самого верха. Потом всю эту красоту я отправляю в морозильную камеру до полного застывания. Как только шайбочки у меня застынут, я их перекладываю в пакет, застегиваю герметично его и храню их в холодильнике. Как же они меня выручают зимой, когда я готовлю суп или порч без зажарки. Просто опускаю шайбочку в бульон и отвариваю. Для следующего способа мне потребуются закрывающиеся пакеты. Беру часть овощей. Добавляю сюда зелень. Все хорошо перемешиваю. И начинаю заполнять пакеты. Пакеты я заполняю ровно до половины. Но это все на ваше усмотрение. Пакет я заполнила. Аккуратно выдавливаю воздух и герметично закрываю пакет. Затем его сворачиваю. И всю эту красоту отправляю в морозильную камеру. Как же меня выручает такая заготовка, когда я готовлю гуляш, мясной соус, да и любое первое блюдо. А для третьего способа я беру оставшиеся овощи. Их обязательно взвешиваю. И на 1 кг овощей добавляю 170 г соли. Овощи хорошо перемешиваю. Закрываю крышкой и оставляю их на полчаса. Прошло полчаса. Овощи пустили очень много сока. Беру сухие чистые банки без сколов и трещин. Заполняю овощами. И обязательно их придавливаю. Чтобы баночка у вас была заполнена очень плотно до самого верха. Оставшийся сок разливаем по баночкам. Затем банки закрываем крышками и отправляем на хранение в холодильник. Такая заготовка хранится очень долго. Я ее использую также для приготовления первых блюд, вторых блюд, различных поджарок и соусов. Итак, сегодня я вам показала 3 способа заготовки овощей на зиму. Если они вам понравились, обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. А также я хочу, чтобы вы со мной поделились, как вы заготавливаете овощи на зиму. Мне будет это очень интересно. А также подписывайтесь на мой второй канал и заходите в группы. А я вам всем скажу, делайте как можно вкусных заготовок на зиму. И зимой вы будете очень довольны.